Привет, друзья! С вами Коноден. Это топ женских ниш на ютубе, как в Рунете, так и в Буржунете, в том числе для дорогой американской аудитории. Дорогой в смысле того, что там денег достаточно много платят за рекламу на ютубе. Соответственно, зарабатывать можно даже при небольших просмотрах довольно неплохие деньги. Пойдем от самых распространенных ниш к более редким и менее известным. Итак, первая ниша, которая, наверное, у всех на слуху и на виду, это АСМР. Причем АСМР есть в двух вариантах. Классический АСМР – это когда приятная, миловидная девушка в приглушенном свете, с красивым, довольно ярким макияжем. Классический АСМРит на хороший микрофон. Второй вариант АСМР-ниши – это различный АСМР, связанный, например, с нарезанием мыла, или стиркой белья, или какими-то другими довольно бытовыми действиями. Но, тем не менее, так же хорошо работает. Ниша номер два – это, естественно, си-фуд АСМР, мукбанг и так далее. То есть, поедание различной еды. Несколько вариантов. Поедание морепродуктов морских гадов, поедание шоколада, поедание лапши и так далее. Обычно эта ниша очень хорошо заходит в Корее и в Японии также. Очень дорогой трафик, поэтому, если вы любите вкусно покушать и готовы рискнуть своей фигурой ради трафика и заработка, данная ниша может быть для вас полезной и очень перспективно. Следующая ниша более простая и классическая в понимании общественности – это девушка-геймер. И, естественно, многие молодые ребята, когда видят девушку-геймера, они по-любому будут кайфовать от этого и будут слать донаты. Поэтому, если вы девушка-геймер, все дороги перед вами открыты. Дальше пойдут довольно необычные ниши. Девушка-таксист. Такие есть и очень пользуются популярностью на Ютубе, потому что в обычном представлении таксист – это или какой-то такой интеллигентного вида статный мужчина, который ездит на дорогом автомобиле. Привет, Евгений Медведев, таксуем на Майбахе, наш автор. Или же это Бомбила, который вот приехал из какой-нибудь страны СНГ в Москву и там таксует на каком-нибудь Ирину Логане. Привет многочисленным ребятам, уважаемым, которые так делают и ведут свои Ютуб-каналы. Вы молодцы, но девушка-таксист – это нечто необычное в восприятии масс людей и набирает очень неплохие просмотры. Затем девушка-пранкер. Это могут быть и скетчи, и пранки. Заходят тоже очень хорошо, особенно в тематике свиданий, отношений, опросов общественного мнения, может быть, несколько провокационный контент. И это, естественно, очень-очень неплохо работает. Девушка-психолог. Таких очень много, можно посмотреть много каналов-миллионников и каналов, у которых сотни тысяч подписчиков, именно женские. А вот мужские каналы, у которых больше ста тысяч подписчиков и активная аудитория в тематике психологии, ну, можно пересчитать по пальцам. Правда, среди них есть очень даже, ну, довольно интересные и неплохие. Но, к сожалению, некоторые авторы уходят с Ютуба. Например, неожиданным образом с Ютуба ушел Алексей Знаков со своего психологического канала. Это наш автор. И было, ну, довольно грустно видеть, что он перестает публиковать видосы. Так я и до конца не понял мотивацию. Ну ладно, мы немного о другом. В общем, девушка-психолог, это очень перспективно. Обычно девушкам в достаточной степени доверяют. Я сейчас не рассматриваю псевдо-психологов, так называемых психологинь, которые учат людей какому-то непотребству, какому-то просто беспределу. Я говорю о нормальной психологии, психотерапии. И это, конечно, совсем другое. Затем, DIY-направление для девушек открыто. Это и вязание, и различные DIY-эксперименты. А в особенности ведь девушка-строитель, это же прямо тоже очень трендовый образ, который сейчас пользуется популярностью, особенно на русскоязычном Ютубе. Но на американском просто это не настолько хайпово пока что. Но я думаю, тоже бы весьма и весьма заходило. Плюс образ девушки на строительном канале, как надежного спутника и партнера. Например, канал MyGalaxy, тоже очень успешный канал, авторы наши клиенты. И, соответственно, там тоже без девушки канал не был бы настолько посещаемым и настолько целостным, как образ проекта. Дальше, если мы будем рассматривать еще некоторые неклассические ниши, то дальше уже пойдет специализация в сторону DIY, в сторону хендмейт. Естественно, это различные подарки. Естественно, кулинарная ниша. Если вдруг Таня с канала Кулинарием с Таней посмотрит этот ролик, то ей передаю привет. И, ну, в этой нише очень много успешных девушек, авторов кулинарных каналов, у которых миллионы подписчиков. Так что, если вы вдруг выбираете, в какой нише разбираться, то можете двигаться в эту сторону. Из совсем классического, совсем избитого, совсем понятного, естественно, это тематика бьюти, это и макияж, и различные средства ухода, и фэшн, то есть одежда какая-то, стиль и так далее. И каналы в стиле «Сколько стоит твой шмот?», хотя я это дичь не понимаю, но есть аудитория целевая, поэтому есть просмотры, и поэтому, ну, по-любому направлению будет жить и дальше. Естественно, это все, что связано с какими-то народными методами по уходу за собой и так далее. Затем, естественно, это направление туризм, путешествия, релокация. Это тоже сейчас актуально, и девушка, автор такого канала, может иметь некоторые конкурентные преимущества. Вспомним, например, тоже «Орел и решка» и так далее. Потом девушка-интервьюер, тоже вполне себе заходит тема. Если девушка умна, очень сообразительна, то быть интервьюером, ну, это отличный вариант, который позволит раскрывать собеседников и привлекать внимание аудитории с сочетанием качеств, например, внешности, ума, сообразительности. Таких каналов много, например. Ну, даже не буду приводить пример, чтобы тех, кого я не приведу, не обиделись потом на меня персонально. Но их действительно много. Затем из неклассического «Девушка», «Автослесарь», «Автомеханик» или «Сантехник» или что-то вот такое. Таких каналов массовых пока не видел, но если такие будут, если не будет просто постановочный персонаж, а именно будет девушка-мастер, которая в этом разбирается, тогда такой канал обречен на успех, и в рамках ниши он будет входить в топ-10 через год работы уверенной. Это 100% прогноз, и если работать системно, я знаю, как этого добиться. И, соответственно, понятно, что есть гендерно-универсальные каналы, такие как новостные, например, где, грубо говоря, не суть важно, кто будет говорящая голова. Опять же, здесь нет какой-то принципиальной разницы. Есть детскую тематику, мы особо не будем рассматривать, поскольку там несколько иные механики восприятия зрителями, представителями целевой аудитории, механики восприятия контента, поэтому нет какой-то особенной разницы. По большому счету в новостях-то эта разница не столь важна, особенно когда новости такие, как сейчас, тревожные новости, а уж в тематиках совершенно гендерно-нейтральных, так там и подавно не будет какой-то существенной разницы, кто ведущий канал, и это не отразится на судьбе канала. Плюсом будет, например, девушка-врач или девушка-преподаватель, фитнес-тренер, соответственно, канал-спорт, workout at home. Вот все вот это, кстати, на днях была у меня консультация с ребятами. Парень и девушка, девушка его ведет канал, как раз workout at home, очень перспективный канал, очень хорошее направление, и если снимать там, например, контент в стиле было-стало, или проверил, какие-то упражнения, делал, и такие-то выводы, вот такие-то подходят, такие-то нет, или, например, как там за столько-то дней избавиться от живота, там накачать попу и так далее, то такой контент заходит, да. Все еще заходит, несмотря на то, что workout at home, направление, которое выстрелило в трендах в 2020 году, в период пандемии, понятно почему. Соответственно, есть каналы, есть ниши, в которых есть преимущества у девушек, ниши, где есть минусы быть девушкой, я, наверное, не назову, может быть, вы назовете в комментариях, и есть гендерно-нейтральные каналы, где нет разницы, кто будет его вести, ну и есть, в принципе, отдельные каналы без лица, которые тоже можно, в принципе, считать гендерно-нейтральными. Если у вас есть еще идеи интересных и реально перспективных ниш, в которых девушки получали бы конкурентные преимущества, напишите об этом в комментариях, и, в общем, этот ролик записывается специально к 8 марта, хотя и выходит 9 марта, да. Всех девушек, женщин, всех сердечно поздравляю с вашим праздником, да, немножко запозданием, но 8 у нас новости, извините, по-другому никак нельзя. В общем, вам желаю, конечно же, любви, здоровья, благополучия, больших просмотров, хороших доходов, а мы будем вам в этом всячески способствовать, я имею в виду во всем, что связано с YouTube. Вот, так что новая школа YouTube по ссылочке в описании вам, в помощь и молодым людям подсказка, если вы вдруг продолбались с цветами или хотите подарить что-то более существенное, чем просто какие-то цветы, как знак внимания, купите своей девушке доступ в школу YouTube 2023, и она вам будет очень признательна, и это повысит благосостояние вашей ячейки общества, это будет работа на перспективу. Спасибо тем, кто досмотрел до конца, лайк, если понравилось, до встречи уже завтра, пока.